Слухам вопреки, несмотря на непростую, мягко говоря, экономическую ситуацию и сокращение расходов по различным статьям бюджета, разработка современного оружия не пострадает. Россия проектирует новый авианосец. Российский военно-морской флот пополнится эсминцем нового поколения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Виктор Черков. Когда это произойдет, не уточняется. Строительство корабля будущего еще не началось, пока его проектировкой занимаются научно-исследовательские КБ. Впрочем, о характеристиках уже кое-что известно. Проект получил кодовое название «Лидер». Ранее сообщалось, что водоизмещение нового корабля может составить до 15 тысяч тонн. Авианосец будет способен нести, по разным данным, от 60 до 100 самолетов. Кроме того, в отличие от старых моделей, на новом эсминце для взлета самолетов будут использоваться катапульты, а не трамплин. Но пока все это скорее только такие контуры будущего проекта. Как уже отмечалось, не определена даже дата начала строительства. Кроме того, сами работы могут занять порядка 10 лет. Нет конкретных сведений и о стоимости проекта. Зато хорошо понятно, зачем военному флоту нужен такой корабль. Россия – океанское государство. И для того, чтобы уверенно себя чувствовать в океане, нам нужен авианосец. Не только для того, чтобы на кого-то нападать. Мы не собираемся ни на кого нападать. Но для защищать наши интересы в мировом океане. И потом не надо забывать, что авианосные группировки – это не просто демонстрация флага, демонстрация угроз какого-нибудь государства. Это еще прикрытие района развертывания стратегических атомных подводных лодок со стратегическими ракетами на борту. Для этого нужны еще и нам авианосцы, чтобы они патрулировали те районы Мирового океана, в котором будут находиться наши стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту. Понятно, что строительство авианосца – это весьма отдаленная перспектива. Но вот какая штука получается. Корабль еще не спустили на воду, а круги по ней уже побежали. И какие? Еще только на заявление о намерении российского командования мгновенная реакция. Западные эксперты усмехаются, мол, никакого авианосца не будет. Колумнист Рейтерс называет эсминец бумажным, существующим только в планах. По его мнению, не позволит России реализовать этот проект нехваткой денег, опыта и производственных мощностей. Бизнес-инсайдер проводит еще более понятную для своих читателей параллель. Планы по строительству авианосца вряд ли воплотятся в жизнь из-за экономических санкций. Фонд, конечно, не самый приятный, но не сказать, что это какая-то неожиданность. В 2010 году эксперты с таким же скепсисом относились и к заявлению о модернизации вооруженных сил. С тех пор Россия в кратчайшие сроки сумела перевооружить армию, и этот факт, конечно, не остался незамеченным. Достаточно сравнить все ту же реакцию в прессе. 2009 год. Сомнения, опять-таки, финансового характера. Большой вопрос, найдет ли Россия средства на столь амбициозную программу перевооружения армии. Затем смотрим 2014 год. Журнал «Экономист» констатирует, обновленная армия России – это уже реальная проблема для Запада. Россия все-таки нашла деньги на самую большую программу перевооружения. Откуда такая оценка и обоснован ли скепсис на этот раз, рассуждает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Валецкий. Россия в 90-х годах, она в основном делала упор на создание, условно говоря, берегового флота, то есть кораблей малого водоизмещения, то есть там сторожевых кораблей, малых противолодочных кораблей. Появление претензий, даже сам факт претензий России на строительство авианосца – это автоматически означает создание, возвращение к той концепции океанского флота, которую проповедовал адмирал Горшков. Все зависит от состояния судостроительной промышленности России. Но раз судостроительная промышленность Россия уже смогла переоборудовать для Индии авианосец адмирал Горшков, то вполне возможно существуют возможности для строительства, для строительства точно такого же авианоса для ВМФ России. К вопросу про оснащение российской армии современной техники. Это, кстати, официальный показатель. За прошлый год он вырос на 7%. Вообще, в том, что касается оснащенности по родам войск, у нас пока достаточно большой разброс. С бронемашинами, например, заданный барьер в 70% современной техники благополучно пройден. Стратегические ядерные силы к нему приближаются. А вот с современным ракетно-артиллерийским вооружением пока все не так хорошо. Но Минобороны намерены продолжить перевооружение. И в этом году вот данные из гособоронзаказа 2015. В том, что касается сухопутных войск, задача такая. На вооружение должны встать два ракетных комплекса «Искандер-М», порядка 700 бронемашин плюс полторы тысячи различных автомобилей. Если говорим о безопасности в небе, то ряды военно-воздушных сил пополнят 126 самолетов, 88 вертолетов плюс один комплекс С-300В4 и три комплекса С-400. Ну и данные по флоту. В его ряды вольются две дизельно-электрические подводные лодки, две атомных подводных лодки и еще пять различных кораблей. Ну и к слову о флоте, именно военно-морской флот России Соединенные Штаты называют едва ли не главной угрозой. А такого рода угрозе, пусть и потенциальной, заявил американский вице-адмирал Майкл Коннор. По словам Коннора, Россия продолжает развивать свои ядерные возможности, сохранившиеся после распада СССР. А управление военно-морской разведки США в этом свете призывает командование собственных вооруженных сил обратить особое внимание именно на российский флот. Любопытная статья в журнале National Interest. Американские военные эксперты рассказывают о самом страшном для США российском вооружении. Главную угрозу военному доминированию США американское командование видит в атомных подводных лодках проекта Борей. Они бесшумно и обладают отличной гидродинамикой. Именно они, по мнению автора, являются основой российской боеспособности в вопросе ядерного сдерживания. На втором месте межконтинентальные ракеты морского базирования Р-30 «Булава-30». Это действенное оружие, способное поражать цель на дальности в 11 тысяч километров. Каждая «Булава» несет до 10 ядерных боеголовок, хотя обычные баллистические ракеты только 6. Третье место – многоцелевые подлодки «Ясень», вооруженные крылатыми ракетами. Атомная подводная лодка Ка-560 «Северодвинск» впечатляет, пишет автор. Даже контр-адмирал Дэйв Джонсон, руководитель американской программы по разработке подлодок, держит макет «Северодвинска» в своем кабинете. Четвертое место – у тактического ядерного оружия. Подобных комплексов на вооружении России порядка 2000 единиц. Ракеты РС-24 «Ярс» замыкают топ-5. Это твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут нести до 4 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Упомянутые в статье подводные лодки типа «Борей» – это особая гордость российских вооруженных сил. Корабль этого класса «Владимир Мономах» в сентябре прошлого года удачно произвел пуск ракеты «Булава». Атомный «Мономах» произвел одиночный пуск баллистической ракеты из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. То есть ракета преодолела более 5500 км от точки запуска. Самобулавая трехступенчатая ракета на твердом топливе. Она может нести от 6 до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков, при этом индивидуального наведения по 100-150 кт. В прошлом году военно-морской флот России также получил 3 новые подводные лодки, 5 боевых кораблей и еще 10 боевых катеров нескольких типов. Идет развитие тех сил, которые вообще говоря предназначены для сдерживания и исключения возможности так называемой большой войны. Поэтому именно на стратегические ядерные силы обращается внимание, на воздушно-космическую оборону, авиацию. То есть это стратегический уровень сдерживания. А то, что касается локальных или региональных войн, в которых большее участие принимает как раз силы общего назначения, да, идет отставание. Впрочем, процесс перевооружения – это то, что называется «про сегодня». А стратегическое планирование означает возможность заглянуть несколько дальше. Это относится и к вооружениям. Сейчас российская армия решает задачу получить оружие не сегодняшнего, а уже завтрашнего дня. И вот несколько примеров. Истребитель пятого поколения от КБ «Сухого» Т-50 поступит в части в 2016 году. Самолет малозаметен, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и способен маневрировать с большими перегрузками. Именно сверхманевренность выгодно отличает его от аналогов. Сухопутные войска уже в этом году получат танк нового поколения «Армата». Машина полностью отечественная, ее броня способна выдержать прямое попадание снаряда любого типа, а бы комплект предельно надежно защищен от детонации. Ну и, конечно, ядерный щит «Комплекс С-500» предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности, но может работать и по межконтинентальным. В общем, скепсис скепсисом. Но вот они вполне конкретные контуры силы. Единственное, после такого, может быть, устрашающего рассказа, не будет лишним напомнить, что военная доктрина России носит ярко выраженный оборонительный характер.